КАРТЫ ТАРА Историю раскрыть, пожалуйста, ваше общение с картами ТАРА. Начну с того, что в ТАРО я больше 20 лет. Моей дочери 21 год, и во время беременности я увлеклась этим инструментом. На тот момент я училась в институте на психолога, и у меня во время декрета появилось свободное время, и я стала изучать ТАРО. Как-то мой преподаватель вскользь сказал, что в ТАРО зашифровано вселенная, и я решила узнать, почему. И когда я познакомилась с ТАРО, я увидела, сколько символов, планет, нумерология и тайных знаний, которые мы называем тайными, зашифровано в ТАРО. По сути, маг-карты, это метафорические, архетипические карты, это всего лишь сокращенная версия ТАРО. И когда я стала изучать ТАРО, я поняла, насколько это всеобъемлющий инструмент. Конечно, первое время я пыталась делать расклады, как будто бы гадать, но со временем я поняла, насколько неверное было мое видение ТАРО, потому что ТАРО, прежде всего, это об энергиях. Это не о том, кто кого любит, кто с кем будет, а это о том, как мы можем трансформировать свою жизнь благодаря этим знаниям. Благодаря ТАРО мы можем видеть, чувствовать и понимать, что нам дано, что мы можем изменить, а что мы не можем изменить. А если можем, то как? И когда я к ТАРО отнеслась как к инструменту трансформации, уже все остальное было встроено в ТАРО. А сейчас наоборот, сейчас уже перенос внимания, это основной инструмент. Когда я поняла значимость благодаря семинару нашего треугольника силы, что меняя хотя бы один угол, одну вершину, мы меняем реальность, я использую ТАРО всего лишь как диагностический инструмент, но инструмент, который может дать понимание о том, что здесь и сейчас происходит с тобой, и как ты прямо сейчас можешь изменить ситуацию. Поэтому ТАРО, оно именно сейчас встроено в регрессию. И именно благодаря вот этому сочетанию двух инструментов, похожих на волшебство, я подчеркну, что они похожи на волшебство, но не являются волшебными таблетками. Они лишь дают волшебные результаты благодаря работе нашего бессознательного. И благодаря взаимодействию этих двух инструментов мы получаем результаты в разы превышающие те, если бы мы использовали их по отдельности. Я показала лишь малую часть того, как я это делаю, потому что все-таки это авторская методика и авторская система. Понятно. Я хотел уточнение такое у вас спросить. Вы ТАРО кидаете до регрессии и после регрессии, правильно я вас понял? Да. И комментируете и до регрессии, согласуете с клиентом задачу, и после регрессии комментируете решение задачи. Я правильно вас понял? Чаще всего на регрессию приходят после диагностики ТАРО. То есть вначале происходит диагностика ТАРО, где я даю рекомендации. Не всегда рекомендации это идти в регрессию. Далеко не всегда. Потому что иногда человеку достаточно поработать только с волей, без переноса внимания. И не всегда после регрессии мы устраиваем снова сеанс. Потому что во время регрессии иногда сразу видны результаты. Вот когда результаты не видны, не очевидны, или есть какие-то упущения с моей стороны или со стороны клиента, вот тогда мы снова можем обратиться к ТАРО. Либо когда меняется запрос. Вот на данный момент, я опять же повторюсь, про тему финансов. Она стала более актуальна. Но возможно только среди моих клиентов. Потому что изначально у меня женщины приходили про замуж, про беременность. И теперь вот эти же женщины, которые вышли замуж, у меня уже архив фотографий свадебных. У меня уже архив фотографий с детками новорожденными. Теперь они, вырастя в этом вопросе, начинают хотеть реализовать себя. То есть на воспитание денег тоже деньги уходят, правильно? Да. И хочется свои способности открыть. Хочется уже стать не просто женой и мамой. Хочется помочь своему супругу, разделить с ним какую-то финансовую ответственность. И многие хотят сами стать финансово независимыми. Чтобы они не зависели от того, что происходит в мире, что происходит у супруга на работе. И чтобы, как одна девочка пришла и сказала, а вдруг его завтра уволят? Он меня столько лет кормил, а я что, не смогу ему мясо кусок купить? Вот так вот. Такие тоже есть запросы. То есть вы в этот треугольник, как я понял, уже все-таки собаку съели и статью все-таки, наверное, где-то написали? Ну, пока только у себя в соцсетях. Я еще тему не развивала. Но уже статья написана, да? Ну, небольшая, но да. То есть ее уже можно прочесть? Да. И получить какую-то информацию об этом треугольнике? Да. А в выводе этого треугольника на осознанный уровень, я еще раз хочу подчеркнуть это, он может быть, но в неосознанном варианте. В осознанный вариант вы ввели, уже можете его решать. Да. Благодарю вас за информацию о соединении практики регрессии с картами Таро. Всегда пожалуйста. Сегодня вам удалось переместить внимание в свое детство, да, с одной из ваших задач. Могу вас спросить, рассказать, как это случилось и как вы применили практику «Я тебя люблю» вот именно сегодня. Вы попали в одни из своих отношений. С папой. Да, была картинка конкретной ситуации, где мне казалось, что папа был ко мне несправедлив, и когда я применила эту практику, вот этот заряд негатива и вот этого состояния поспорить с папой, что ты был неправ, оно куда-то делось. Папа заулыбался, я заулыбалась, и ощущение единения, да, что вот мы семья, оно как-то превзошло все. Теперь я вас хочу спросить, для клиентов это тоже важно, случилось ли это с вашего первого произнесения «Я тебя люблю» или сколько раз я вам напомнил вежливо и аккуратно, сколько раз вы сказали «Я тебя люблю»? И как всякий раз трансформировал ваше внутреннее состояние? В первый раз вы сказали «Я тебя люблю»? На это ушло сколько минут? 10-15? Первый раз на втором семинаре, очень долго я, наверное, раз повторяла, да? Сегодня? И было сопротивление на втором семинаре, а вот сегодня за счет, кстати, нововведений. Ну, как-то да, я тоже имею право на развитие. Да, может, 7 раз. Ну, в лучшем случае 8, но вообще я считаю, что 7. И на седьмой раз получилось ощущение тепла, именно ощущение тепла. И воссоединение какого-то, да? Мы так ведь и назвали наше погружение. Ну, да. А как это проявилось в вашем теле или как вообще, как финал? Когда вы почувствуете, что все уже «Я тебя люблю» уже исчерпало себя на сегодня? Все вот. Ушел блок. Ушел блок, который я ощущала прямо физически. Это раз. А во-вторых, пошла такая спокойная эмоция радости и принятия. Появилась какая-то внутренняя чистота любви. Вот я бы так назвала это состояние. То есть вы почувствуете любовь в чистом виде, да? Да. Без провайдеров? Без провайдеров. Можем ли мы в это интервью вставлять элементы вашего сегодняшнего погружения, то, что я отснял, ваше лицо и ваши тексты до погружения, и снял после погружения ваше лицо, тенденцию на лице и ваше изменение в голосе, и как вы решили те задачи, которые на сегодняшнем погружении. Это мы можем включить? Да, конечно, безусловно, потому что я считаю, что каждый должен знать, какие трансформации человек проходит благодаря этой системе. Потому что именно этот метод позволяет делать прорывы, прорывы очень серьёзные, да? То есть я считаю, что разница в 16 килограмм – это очень серьёзный прорыв. Вот для меня это очень… Мне сложно оценивать, но если с вашей стороны так, наверное, так и есть. Для меня важно не переключаться, важно вот это вот, брать эту идею и не просто выплёскивать её, а вначале прорабатывать. То есть причём вот, ну вот, несколько раз вот это синий-фиолетовый туда-сюда прогонять. Вот так, ага, или вот так. А если вот это добавить, ну вот какие-то такие вот моменты, да, чтобы создать некий работающий метод, нужно воспользоваться синим-фиолетовым центром неоднократно, ну, в общем, связь вот эту активировать. И плюсом проявить любовь, любовь как забота, любовь как забота. За счёт того, что поглощается еда, не поглощается достаточное количество информации. Она прямо отсюда-сюда идёт, это как искра, это как искра идей, и это вот как раз соединяет эти как раз два центра, это я сейчас поняла. Мы сегодня трансформировали с хранителем рода, чтобы я правильно её считывала. Когда у меня тут начинают пульсировать, я не переключалась на другое дело и не воспринимала это как нечто, ну, всё, я устала, надо, значит, чем-то другим заняться. А наоборот, о, как круто, прошла идея, надо углубиться и прописать её прямо здесь и сейчас. Вот этот вес, он у меня держался достаточно длительный промежуток времени, и, скажем так, раньше это было скинула чуть-чуть, сорвалась, набрала, скинула, сорвалась, набрала, скинула, сорвалась, набрала. А сейчас мне получается этот вес удерживать. Вот это, наверное, более значимое. Скинуть 5 килограмм, да не вопрос, 10, да пожалуйста, да я 20 скидывала, да 25 скидывала, но не удержала. А здесь получается, ну, если быть совсем честной, то вес у меня вот 16 этих килограмм, он ушёл, ну, наверное, в первые 8-9 месяцев. Он вот так где-то ушёл. Потом больше он поддерживался, ну, наберу там на 5, уйдёт 5, наберу там чуть-чуть, уйдёт. То есть, ну, немножко так плавало, но факт в том, что он примерно на одной цифре удерживался. То есть, уже не было такого большого плюса. Катерина, в сухом остатке в какую сторону у вас сместился устойчивый ваш вес? На самом деле, я даже ошиблась, и вес изменился на 26 килограмм, не на 16. 16 – это вот как раз первые 8 месяцев. Теперь у меня к вам ещё следующий вопрос. Сегодня в процессе регрессии вы обращались к хранителю рода, и с вашего решения я снял ваши варианты обращения. Как вы это… в какой терминологии вы это делали, с какими речевыми запасами это делали. Мы можем это тоже вставить в зарисовку и как-то показать людям? Да, конечно. Благодарю. Я считаю, что для большинства это будет очень важная и полезная информация. Во время погружения очень часто я слышала речь нерусскую. Что-то такое, где-то на немецкий язык похоже, близко к немецкому, но точно не немецкий. Он мягче немецкого, но это не английский язык. Но тоже вот какой-то… вот этой же группы язык. И некоторые слова я не могла сказать по-русски. Я вот сейчас вспомнила «гуд», «гуд». Вот это не «гуд», как английский, и не «гуд», как немецкий. А вот это какое-то такое тянущее «гуд». И со значением не «хорошо», а «правильно», то есть целостно правильно пришло такое слово. И много слов именно оттуда я слышала. И во время погружения, прежде чем ответить, я вспоминала, именно вспоминала, как это на русском. С папой решили вопрос, то есть ощущение, что меня папа не любил в детстве. Ну, то есть этот вопрос закрыли. И у меня, кстати, хранитель рода по поведению, он как брата. Ну, то есть вот он шутит так же, он так вот, ну, резкости какие-то говорит, как папа, ну, говорил. То есть это похоже как бы с папиной стороны хранитель рода. Я сказала, что у меня есть такой запрос, что… А что я, какую пользу принесу? Так вот, когда я это сделаю до конца, вот я ее знаю. Ну, то есть оно, вот она, польза. И, наконец, еще один вопрос, тоже он для меня волнителен. Мне интересна ваша динамика за эти четыре года и за эти три приема. Я дал вам возможность себя погрузить в эти состояния и посмотреть, как моя практика трансформировала вас. И как вы можете после этой практики вводить меня, уже могу как-то оценить. Вот какие у вас ощущения от того, что у вас изменилось внутри за эти четыре года? – Появилась, прежде всего, уверенность в себе, появилась самоценность, появилась достаточно адекватная самооценка. Я стала себя адекватно оценивать. Я стала принимать свой талант, свой дар, свою экспертность. – Вот на примере, вот вы меня погружали, да? Какие тенденции вы в себе почувствовали при данном погружении, когда вы меня водили? У вас изменилась уверенность или изменилось понимание, что скорости у каждого человека свои? И что иногда стоит человеку дать команду и подождать? – Прежде всего, сегодня, вот именно сегодня, появилось полное, стопроцентное, тотальное принятие того, что скорости погружения у всех разные. И что каждому человеку за четыре года, вот только сейчас, я поняла, что каждому человеку нужно давать некое время. До этого было время, но мне казалось, что человека можно поторопить. Сейчас я понимаю, что нельзя торопить. Нужно дать время на его процессы. Опять же, вернусь к холерику, к меланхолику и флегматику, потому что именно в нас существуют два процесса. Процесс возбуждения нервной системы и торможения нервной системы. Они у нас врожденные от природы. И благодаря вот этим процессам определяется наш темперамент, как основной, как ведущий. То есть, я думаю, что сегодняшний ваш обмен погружениями вам в чем-то поможет. Да, он мне, безусловно, помог. И для меня была давняя мечта погрузить какого-то человека, кто давно в этом, во всем, как я называю, монстра такого, профи, настоящего профи. И мне казалось, что я замешкаюсь, что у меня не получится, что я запаникую, если будет какая-то ситуация. Но все прошло очень и очень замечательно, что придало мне дополнительную уверенность и понимание собственной экспертности. Благодарю. Мне приятно увидеть на плод своих рук. Благодарю и вас, зрители, за то, что вы какое-то время своей жизни выделили на это интервью. Да, я с удовольствием еще и еще раз буду приходить на семинары, на личные встречи, обмениваться опытом, расти под руководством столь значимого для меня человека. Это мой учитель. Да, и я с удовольствием поделюсь и своим опытом в том числе. Благодарю, Катерина, вас. До новых встреч. Спасибо. 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 Спасибо.